МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. С моим сыном все нормально, заявила журналистом мать 10-летнего мальчика, из-за которого ученики 4-го класса 50-й школы не вышли на учебу. В скандале она обвинила родителей других учеников. Готовность теплоэнергоисточников Карагандинской области к работе составляет 95%. 1 октября в регионе стартует отопительный сезон. История успеха, рассказанная от первого лица. Карагандинские студенты и первокурсники встретились с именитыми спортсменами. История с 10-летним мальчиком, из-за которого весь 4-й класс 50-й школы не вышел на учебу, получила продолжение. Его мать дала интервью журналистам. Она заявила, что во всем виноваты родители других учеников. По ее мнению, именно они стали буквально травить сына. Я не оставлю это все просто так. Я тоже буду жаловаться, я тоже буду писать, чтобы разобрались в этой ситуации. Почему из моего ребенка сделали, извините за выражение, монстра. Мать 10-летнего Артема Светлана Денисова заявила, что ее ребенок абсолютно нормальный. А весь скандал произошел из-за того, что ее сын чем-то не понравился родителям остальных учеников класса. Все родители как бы сгруппировались, сговорились, начали везде писать, вызывать телевидение и все остальное. Просто это, вы сами понимаете, дети есть дети. Где-то подрались, а где-то помирились. Это такой возраст у них. У них сразу толкнул, они начинают писать. Что-то задел, что-то сказал, начинают писать сразу, пишут. Директор вообще никак не реагирует в нашей школе. Ему все равно. Вот пришли родители, сказали, он слушает только мнение тех, кто вот пришел, ему сказали всего лишь-то. По словам Светланы, травля ее сына началась 4 года назад, когда она привела Артема в нулевой класс. Затем мальчик обучался в интернате, где, по словам матери, ему пришлось буквально выжить. И вновь своего сына Светлана перевела в 50-ю школу. Обвиняет Светлана и педагогов в бездействии. Его учительница сажает в конец класса, ну якобы то, что он высокий там ростом, то, что он там детям мешает, то он и будет сидеть там, ничего не делать, если на него никакого внимания не обращать. Он сидит сам по себе. Он не хочет, ну раз руку тянет, два руку тянет, его не спрашивают ничего, ну соответственно, и он ничего не делает. Учителя в этой ситуации встали на сторону родительской общественности. Директор средней школы номер 50 фактически заявил, что педагоги бессильны что-либо сделать. С этим ребенком мы работаем, но наша работа не дает определенного результата. Ребенок агрессивен, как бы на любое замечание это реагирует очень агрессивно. Часто детей обижают. Были инциденты с учителями тоже. Сегодня 10-летний Артем находится в специализированном лечебном учреждении. На госпитализации настояла Светлана для того, чтобы определить, есть ли какие-либо отклонения, либо их нет. Я положила пока что, как бы говорится, для себя. Посмотреть, есть там что-то, какие-то отклонения, что-то это. Каждую неделю мне с больницы я буду приезжать и мне будут говорить, что происходит, как происходит и все остальное. А дальше я посмотрю, что будет. Готовность теплоэнергоисточников Карагандинской области к отопительному сезону составляет 95%. Об этом было сказано на очередном аппаратном совещании в областном Акимате. Глава региона Ерлан Кушанов также обратил особое внимание на ситуацию с ценами на уголь. С 1 октября в Карагандинской области начнется новый отопительный сезон. Ситуацию с готовностью региона к зиме обсудили на аппаратном совещании в Акимате области. На особом контроле остается ход ремонтной кампании на ТЭЦ-2, Тимиртау и Жизгазганской ТЭЦ. Что касается ремонта оборудования и энергоисточников, из запланированных 39 котлов и 19 турбин, отремонтированы 26 котлов и 13 турбин. Ремонты продолжаются на 8 котлах и 4 турбинах. Сроки ремонтов по 5 котлам и 2 турбинам еще не наступили. По ремонтам имеются небольшие отставания по ТЭЦ-2, Тимиртау и Жизгазганская ТЭЦ порядка 13% в связи со сроком поставки материалов и оборудования. Глава региона поручил еще раз детально разобраться в ситуации с отставанием и созвать внеплановое совещание. Это касается подготовки к работе в отопительный период Тимиртауской станции ТЭЦ-2 и Жизгазганской ТЭЦ. По отчетным данным, в области запас угля для социальных объектов обеспечен в объеме 180 тысяч тонн. Ерлан Кушанов обратил внимание на приписки. В частности, приписки выявлены в Жанаркинском районе. Выяснилось, что в отчете по состоянию на 13 сентября был указан запас в объеме 6600 тонн, а в наличии оказалось всего 2800 тонн. В три школы Жанаркинского района уголь пока вовсе не доставили. Еще в 20 учебных заведений его завезли не в полном объеме – порядка 33%. «Разберись, Анатолий Валерьевич, готовьте наказание именно по району, затем кто до этого выезжал. Я, Анатолий Валерьевич, направлял мобильные группы. Вы меня заверяли все лето, что там все нормально. Кто выезжал? Мобильная группа. Вот кто выезжал, тех тоже надо наказать. Они вместе обманывают всех. А вы все вместе меня, Хайрат Баян, в чем дело? Это то, что я в Жанарке выявил, а в других что творится? Сейчас у меня своя группа уже поехала. Я вам на следующий аппаратный, я доложусь вам, где что. В Жанарке заместитель Акима наказывайте. Потом группа, кто выехал, руководителя группы, наказать. Ситуацию с ценами на уголь для частных потребителей также обсудили в областной администрации. Глава региона просил руководителей угледобывающих компаний. Он поручил детально разобраться с тем, как формируются цены на твердое топливо. Контракт сегодня начинается на наш уголь, который по реализуя нашим контрактодержавцем составляет 5400 литинги и ДТС. На местах уголь, сейчас я услышала цену угля, это не наш вопрос. Это вопрос на местах мы продаем нашим потребителям, который будет контракт, повторяющий раз, на 4500 литинги. Это посредники? Это положительные посредники, да. Ерлан Кошанов опросил представителей других угольных предприятий. Из ответов следует, что разброс цен составляет от 3000 литинги до 8000 литинги за тонну. Мы должны допускать необоснованный рост угля именно в угледобывающем регионе. И Шуварпуль, и Караганда. Все это уголь весь у нас. И сидим здесь, разбираемся. Чтобы на следующей неделе, в понедельнику, все вопросы, то, что мы по отопительному сезону говорили, были решены. За исключением вот Джесказга, 15 октября обещает. То есть, давай я отдельно разберусь и оттуда поеду. Глава региона поручил своим заместителям в кратчайшие сроки разобраться с формированием цен на твердое топливо. Отопительный сезон в Карагандинской области официально стартует 1 октября. При этом установлена очередность. В приоритете школы, детские сады, больницы. Затем следуют жилые здания, гостиницы, общежития, объекты культуры и спорта. Третьими в списке значатся административные здания и промышленные предприятия. Мирам Гульсал Кимбаева, Андрей Тенжи, Слан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. Продолжаются дискуссии на тему перехода казахского языка на латинскую графику. Факультет инновационных технологий Карагандинского государственного технического университета провел круглый стол на тему латиница и IT-технологии. IT-технология – это возможность участия в глобальной мировой интернет-системе. А там приветствуется только латинская графика. Это знают даже чайники. Сегодня повсеместно обсуждается статья президента Республики Казахстан «Взгляд в будущее. Модернизация сознания», в которой поставлена задача по планомерному переходу на латиницу казахского алфавита. Преимущество данного перехода при подготовке кадров в сфере IT-технологий, при внедрении информационно-коммуникационных технологий в различные отрасли экономики, широких возможностей, которые предоставит грядущий переход казахского языка на латиницу для развития информационных технологий в Казахстане, несомненно. Вообще, вы знаете, как любой программист знает, что одна буква «А» занимает один байт, а кирийская буква «А» занимает два байта. То есть это дает нам скорость для компиляции. То есть мы можем знать, что мы можем экономить наше время, а также быстрее компилировать. Да, переход потребует средств, но это будет сделано раз и навсегда. Данный проект даст нашей республике возможность влиться в мировое коммуникационное пространство, так как существующий алфавит затрудняет интеграцию казахского языка в информационные технологии. А латинская графика позволит казахскоязычной аудитории свободно общаться в интернете, не прибегая к помощи специальных программ. Переход на латинскую даст нам большой прорыв в продвижении экономики, продвижении IT-технологий. Также само мое решение, я думаю, что переход на латинскую – это даст большой шаг для дальнейшего продвижения IT-специалистов, программ, а также нашего Казахстана. Во обсуждении преимуществ данного перехода при подготовке кадров выступили студенты, магистранты специальностей системы информационной безопасности, вычислительная техника и программное обеспечение ППС и кафедр факультета. Переход к латинице нам даст очень много возможностей с экономической, социальной и научной сферой деятельности в Республике Казахстан. В рамках внедрения латиницы мы сейчас рассматриваем вопрос выполнения дипломных работ, курсовых работ, а также пилотных проектов. Мы надеемся, что в конце этого учебного года уже будут выполнены дипломные работы в рамках данной темы, а на следующем учебном году планируется выполнить международные проекты. Кто первым сумеет использовать новые перспективы, сможет построить успешный и прибыльный бизнес. И это тоже несомненно. Сергей Высокосов, Андрей Никифоров, Первый Карагандинский. К другим новостям. Практика деятельности общественных советов в Казахстане позволяет уже сегодня сделать вывод в том, что создан работающий общественный институт и диалоговая площадка для выражения мнений гражданского общества. На республиканской конференции обсудили вопросы совершенствования деятельности общественных советов. Как работать с властью? Как работать с обществом? Какие задачи стоят перед общественными советами? Ответы на эти вопросы надеялись получить участники республиканской конференции. Целью мероприятия стал обмен опытом и демонстрация положительных практик деятельности общественных советов. Кроме того, участники попытались выработать конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности и законодательства об общественных советах. Потом есть в обществе некоторые вопросы, которые общество часто обсуждает и хочет решить. Сперва это проходит на общественных слушаниях, ставится это с приглашением прессы, представителей общества, а потом уже выносится на суд общество и доводится до властей. Проблем много, которые надо решать и общественные советы в этом вопросе должны больше работать с обществом, больше с людьми работать, объяснять. В своем выступлении вице-министр по делам религии и гражданского общества Абзал Нукенов отметил, что общественные советы являются действенным механизмом по решению актуальных проблем отрасли и местности. Он также предложил государственным органам активно использовать потенциал общественных советов в решении социально значимых проблем населения. Но в то же время вице-министр отметил, что не стоит подменять госорганы общественными советами. Поэтому в первую очередь задача общественных советов заключается в организации хорошего диалога, продуктивного. Второе, чтобы члены и представители гражданского общества могли в полной мере выражать интересы и мнения местной общественности или отраслевой общественности и так далее. Ну и соответственно обеспечить прозрачность деятельности государственных органов, с тем, чтобы эти решения принимались максимально прозрачно, открыто и так далее. Усовершенствовать работу общественных советов на законодательном уровне может только парламент. Именно поэтому в работе конференции принял участие представитель Мажелиса. Депутат Серик Сайдуманов – один из разработчиков закона об общественных советах. По его мнению, первый этап подходит к завершению. Мы понимаем, что первый этап займет примерно 2-3 года. Как раз сейчас заканчивается второй год. Еще мы думаем, что где-то можем затянется еще на один год. Это будет этап такого, скажем, становления. А дальше он заработает в полную силу. Потом за это время мы увидим, во-первых, что получается, что не получается. И внесем необходимые изменения. Или в типовое положение для того, чтобы общественные советы более эффективно работают. Или в сам закон. В целом, участники республиканской конференции сошлись во мнении, что практика деятельности общественных советов позволяет уже сегодня сделать вывод о том, что создан работающий общественный институт и неординарная диалоговая площадка для выражения мнений гражданского общества по самым различным вопросам. В рамках конференции проведены диалоговые площадки в форме семинаров, тренингов, дискуссий по актуальным вопросам развития потенциала общественных советов в формировании подотчетного государства. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Рост и модернизация промышленного производства неизбежно сказывается на работниках предприятий. Медики заявляют, что проблема профессиональных заболеваний сегодня по-прежнему актуальна. В Караганде работает уникальный национальный центр гигиены и профессиональных заболеваний, призванный помочь шахтерам, металлургам и другим казахстанцам, кто работает во вредных условиях. Успешные показатели роста промышленного производства неизбежно сказываются на состоянии здоровья тех, кто на этом производстве работает. Не секрет, что прежде всего профессиональными заболеваниями страдают рабочие крупных предприятий угольной и металлургической промышленности. Ежегодно за лечением обращаются более 4000 больных. Среди них и Толиугазы Кардабаев. Много лет он отдал работе в угольной шахте. Сегодня на пенсии. Время подумать о своем здоровье. Здесь Толиугазы Кардабаев получает весь необходимый объем медицинской помощи. Лечение здесь, уколы системы, физиолечение. В общем, все прекрасно, я считаю так. Во-первых, такой классный ремонт здесь. Мы давно здесь. Раньше здесь так не было. Брасочно было. А сейчас зайдем, прям приятно. Национальный центр гигиены и профессиональных заболеваний – это единственное учреждение в стране, которое может выдать экспертное заключение по каждому пациенту, является ли его заболевание профессиональным или нет. Медики заявляют, что сегодня проблема профзаболеваний является очень актуальной. Для минимизации воздействия вредных условий труда на организм человека в центре работает 4 отделения. Имеется современное физиотерапевтическое оборудование. Для улучшения здоровья, для того, чтобы не было профзаболеваний, для профилактики профзаболеваний, необходимо улучшение условий труда. Это в первую очередь первичная профилактика. И, коль уж установлено профессиональное заболевание работникам, то профилактика вторичных осложнений этого профессионального заболевания. Но не только работники крупных промышленных предприятий могут получить обследование, и лечение в национальном центре. Любой гражданин имеет на это право. Достаточно лишь обратиться в местную службу по охране общественного здоровья. Любой человек, согласно Трудовому кодексу, опять же, может обратиться в региональную службу охраны общественного здоровья, где ему на его заявление должны в течение 15 дней выдать санитарную генетическую характеристику, условия его труда. Он, конечно, приносит туда трудовую книжку. Ему, согласно трудовой книжке, выписывается, где, в каком производстве он работал. И, соответственно, выписываются все вредности, которые могли влиять на его здоровье. Не так давно национальный центр получил право самостоятельного хозяйственного ведения. Это означает, что специализированные лечебные процедуры теперь можно получить здесь без направления, на платной основе. И все же главной задачей центра является обследование и лечение работников промышленных предприятий. Кроме того, в центре проводится научная работа, направленная на модернизацию научно-исследовательской деятельности в области медицины труда, гигиены и медицинской экологии. А также повышение эффективности управления профпатологической службой в системе здравоохранения страны. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Историю своего успеха рассказали те, кого сегодня знает весь Казахстан. Для студентов первого курса Карагандинского экономического университета организовали встречу с именитыми спортсменами, которые также являются студентами и магистрами этого вуза. Василий Левит – серебряный призер Олимпийских игр. Трехкратный чемпион Азии, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по боксу. Имея за плечами такие регалии в спорте, также имеет высшее юридическое образование. Несмотря на это, Василий решил продолжить учебу в качестве магистра по специальности таможенное дело. В интервью призер Олимпиады поделился, почему он решил продолжить обучение. Просто очень душевное заведение, мне все очень нравится, и ректор замечательный. И отношения спортсменов поддерживает. Все это как совокупность, и из-за этого и выбрал с университета. В этот день со студентами также встретили Серик Нурказов, неоднократный чемпион Советского Союза и Европы, олимпийские чемпионы Серик Сапиев и Бахтиар Артаев, призер Олимпийских игр Серик Елеев, участник последней Олимпиады Аблайхан Жусупов и многие другие. Среди гостей также был Ерлан Нигматуллин, экс-депутат Сената, а ныне успешный предприниматель. Он обратился к первокурсникам, отметив, что сегодня для них исторический день. Президент нашей страны Юркан Абиш Назарбаев очень много делает для развития спорта. И однажды он сказал такие слова, что чемпион, известный спортсмен иногда может привести положительный имидж страны больше, чем многие политики. И так в жизни оно есть. Когда поднимается флаг Казахстана, когда звучит наш гимн, мы все ликуем, мы все ликуем, вместе с нашими спортсменами радуемся их победе. Специально для гостей выступил Ахан Айтескер Дидар Хамиев, который также является студентом этого вуза. Организаторы отметили, что подобные встречи организуются ежегодно. Со студентами встречаются представители творческой интеллигенции, именитые спортсмены, все те, кто является живым примером успеха. Сегодня вот такая встреча проходит с ними, с этими студентами, студентов с нашими спортсменами. Ежегодно наш ректорат, ректор университета Ерка Раблакарача и Магометов организует такие встречи с представителями творческой интеллигенции, науки, со знаменитыми спортсменами, как вот сегодня. Специально для гостей выступили творческие коллективы вуза. Бигзат Аликайдаров, Туллиген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И последнее на сегодня. Карагандинские хоккеисты реабилитировались после проигрыша Ангарскому Ермаку. В минувший понедельник Сарарка со счетом 3-0 разгромила на своем поле Новокузнецкий Металлург. Неудовлетворительная игра в меньшинстве стала главной причиной поражения в матче с Ангарским Ермаком. Сегодня выводы сделаны. Уже на шестой минуте матча Новокузнецкий Металлург заработал большинство. У гостей были отличные моменты, чтобы открыть счет. Однако карагандинцы сдержали натиск. На 17-й минуте карагандинец Даниил Ердаков поразил ворота Металлурга 1-0. Во втором периоде команды имели много моментов, чтобы изменить счет, но ни один из бросков цели не достиг. Результат остался прежним. В начале третьего периода удача оказалась на стороне карагандинцев. Исаак Валецкий успешно сыграл на добивании 2-0. А затем и Арат Зиязов реализовал большинство в ближнем бою, перехитрив голки Пирамид Алургов 3-0. Команду хозяев с победой сегодня мы проиграли, я думаю, в чистую, потому что команда в стадии становления и после тяжелой игры с торпедом немножко физически мы не готовы к такой игре. Поэтому два периода мы еще сопротивлялись, а в третьем все встали. Сегодня нам удалось не пропустить свои ворота, потому что мы в предыдущей игре, если вы помните, в предыдущей игре, такие, ну, очень простые голы пропускали, которых не должно было быть. Ну, просто не должно было быть. Они там каким-то образом залетали в этом. Мы поздравим Гелу с нулем, команду с победой. Еще раз команда СРАРКа гордится, что они такие болельщики. Мы будем стараться за всех сил, чтобы их не подвести. Это была последняя домашняя игра в серии. Далее карагандинских хоккеистов ждет четыре напряженных встречи на выезде. Причем две игры пройдут в Китае. Уже 30 сентября СРАРКа встретится в Воскресенске с местным клубом «Химик». Андрей ТН, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболмстер. Редактор субтитров А.Семкин